Разработать национальный проект развития электроэнергетической отрасли и долгосрочную государственную политику. В сфере тарифообразования предложил депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Десимбай Турганов на пленарном заседании. По его словам, растущие показатели технической изношенности производственных активов вызывают необходимость принятия неотложных мер. В настоящее время в электроэнергетической отрасли Республики сложилась сложная ситуация, вызванная отсутствием четкой стратегии ее развития. Несмотря на то, что в данное время действуют различные программы развития секторов топливно-энергетического комплекса, Министерство энергетики, начиная с 2014 года, до сих пор нет конкретного плана развития электроэнергетической отрасли. В этой ситуации каждая энергокомпания вынуждена искать свой путь развития. Все это приводит к разобщенности цели и неконтролируемым процессам в отрасли. У инвесторов нет понимания, куда будет двигаться электроэнергетика Казахстана, что в свою очередь создает большие риски для них и, соответственно, потерю интереса к инвестициям в отрасль. Энергетическая система Казахстана уже сейчас испытывает дефицит маневренных мощностей. Более трети основного генерирующего оборудования электростанций исчерпали свой парковый ресурс, сказал Дюсимбай Турганов, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра на пленарном заседании. По его информации, в среднем по стране изношенность электрических сетей более 60%, а тепловых 50%. С каждым годом увеличивается количество бесходных сетей и непереданных с балансом местных исполнительных органов на баланс эксплуатирующим организациям. Отсутствие комплексной программы развития электронетической отрасли, которая должна быть направлена на решение этих проблемных вопросов, уже приводит к таким ситуациям, которые произошли 10 января текущего года в Атравской области, когда из-за аварийного отключения линии 220 кВт ряд районов области и города Атрав остались без электроэнергии. Данная авария произошла из-за слабой связи западного региона по линии 220 кВт с энергосистемой Российской Федерации и отсутствия связи энергосистемы западного региона с единой энергосистемой Казахстана. По словам Юсимбая Турганова, серьезной проблемой электроэнергетики является действующее тарифное регулирование. На сегодняшний день для одной и той же электростанции тарифы на электроэнергию устанавливаются в Министерстве энергетики, а тарифы на теплоэнергию утверждаются в Министерстве национальной экономики. Отсутствие единого отраслевого регулятора формирует противоречивую государственную политику в сфере электроэнергетики, приводит к упадке отраслей и не отвечает реальному положению дел. Кроме этого, согласно правилам, утвержденных приказом Министра энергетики, от 27 февраля 2015 года за номер 147, 1 января текущего года должны были быть утверждены тарифы на электроэнергию с использованием новой, так называемой, стимулирующей методики. Однако до сегодняшнего дня вопрос применения этой методики не решен. Как сказал Юсимбай Турганов, в создавшейся ситуации предприятия энергетики страны не смогут проводить обновление оборудования в установленные сроки, и тем самым возможны ситуации, когда Казахстан потеряет в будущем энергонезависимость и будет вынужден покупать электроэнергию у российских электростанций. Учитывая вышеизложенность, считаем необходимым разработать национальный проект развития электроэнергетической отрасли с целью улучшения ситуации в электроэнергетике и ее дальнейшего динамичного развития, который позволит в первую очередь укрепить энергетическую безопасность страны, уменьшить аварийность и уровень износа энергетических активов, обеспечить строительство маневренных мощностей, а также разработать долгосрочную государственную политику в сфере тарифобразования и даст возможность создания единого отраслевого регулятора в сфере электроэнергетики. Несомненно, бесперебойное и надежное функционирование электроэнергетической системы является одним из важнейших условий дальнейшего развития страны.